Движется войска Их полночи, словно лебеди рассуданые, Игорь к дому воинов ведет. Препидуя пусть и легут птицы по дубам, Волки грозу накликают по оврагам, Орлы к лёгкам на гости зверей созывают, Лисицы брешут на черволюные щечки. Люди и звери, ожидающие тех гибели, Идут вместе все дальше и дальше наив. О, русская земля, а ты уже не вскрылась за холмом? Это было очень необычно. Вот так я хотела бы охарактеризовать ваше выступление. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях группа «Изумруд». 17 марта в Музее истории Екатеринбурга музыканты представят литературно-музыкальный проект «Баллада о князе Игореве». Что это такое? Мы уже с вами буквально чуть-чуть смогли погрузиться в атмосферу. Да, и услышать. Но у нас будет возможность задать еще все самые важные вопросы. Куда идти, как идти, что запланировано. Участники группы «Изумруд» Константин Прокошин и Евгений Ханчин нам расскажут сегодня подробности. Кого и что вдохновило вообще именно на создание этого проекта, чтобы вот так вот окунуться в историю Руси? В первую очередь сам памятник литературной Древней Руси, слово о полку Игореве, его события, уроки, которые можно извлечь из этого. Музыка также Александра Порфировича Бородина, который обратился тоже к этому сюжету, написал оперу. Вот Евгений Ханчин использовал пару тем в этом произведении, но основная музыка, конечно, его, авторская. Но я могу сказать, вот знаешь, как раньше в детстве проверяли, а что бы вы слышали в музыке? Вот я услышала и конный поход, и топот копыт, и что там только не было. Это потрясающе на самом деле, когда ты через звуки можешь прочувствовать как раз сопровождение вот этого литературного произведения. Я побывал на мини-рок-концерте каком-то, где можно прям прокачиваться. Вот, у каждого пара. Вы абсолютно правы, вот все, что вы сказали, то и будет на этом концерте. Ваш проект создан в нестандартной литературно-музыкальной форме. Как вообще эти два вида искусства между собой связываются? Как вы вообще вот это вот все репетировали? На самом деле там не то что два, там еще и третий, а третьим это знаменитые гравюры нашего народного художника России Виталия Воловича, который тоже вдохновлял нас. И мы счастливы, что в свое время он приходил к нам в «Изумруд», и мы вместе готовили этот проект. Да, действительно, голос, музыка, видео, видеолизация, и получился действительно очень интересный проект. Он у нас такой развивающийся, очень много форм, и именно у этого произведения, допустим, мы во Франции его показывали на французском языке. В шаб-квартире ООН тогда впервые как раз были картины Воловича. У нас еще есть вариант с детскими рисунками. То есть это наш один из самых любимых проектов. И сейчас на новой для нас площадке Музей истории Екатеринбурга он будет представлен 17 числа. А какого зрителя вы ждете? Как раз дети, правильно, Евгений, я вас понял? Разнообразный зритель. От малого до великого, можно сказать. И семейный просмотр, и, конечно, в первую очередь детей, которые проходят это произведение в школах по литературе. И взрослые, конечно, так как у нас действительно элементы рок-музыки, безусловно, тут присутствуют. Ну давайте примерно хотя бы возрастные рамки ограничим. От шести до восьмидесяти девяти. Вот вас разбросало. Это как вас разбросало с гастролями по миру. Так же и здесь. То есть совершенно от малого до велика. Да, да, да. А есть ли какая-то вот эта модность сейчас, ведь абсолютно везде, всегда и всюду, а вы всегда в ногу со временем идете, какая-то некая интерактивная часть, где люди смогут как-то поучаствовать? То есть я вот смог поучаствовать для себя в силу своей наглости. Немного подвигаться и потанцевать. Ну я думаю, площадка музея даст возможность как раз. А, ну еще в чем особенность именно этого концерта? То есть те зрители, которые придут на наш концерт, они смогут перед этим, а может быть еще и после, посмотреть экспозиции музея. Ну, мы всегда, всегда, может быть по окончанию, ну в самом, конечно, само у нас повествование, оно идет без, наверное, какого-то такого участия, но до и после всегда с удовольствием. Спасибо огромное, что делаете такие необычные проекты. Меня, если честно, вдохновило, поразило, я ничего подобного раньше никогда не слышала. Еще что, Ксения, расскажите, у вас же еще какие-то проекты готовятся уже, я знаю. Да, безусловно, вот уже 7 апреля на сцене Свердловского академического театра музыкальной комедии будет гала-концерт фестиваля «Изумрудный город». Программа «Урал, пульс земли полностью», тоже наша авторская музыка, посвящена нашему родному краю. Урал, к тому же 300 лет Екатеринбургу. Вся история от шагирского идола до наших дней в музыке группы «Изумруд» и гостей, замечательных участников. И там уже будет и балет Смирнова, и эксцентрик балет, наши замечательные музыканты из Уфы, музыканты из Екатеринбурга, играющие на старинных инструментах. То есть это очень такой тоже важный, интересный, мощный проект. Если захотите поменять название с пульса земли на пуп земли, то забирайте. Многие так и называют, но в принципе это тоже правда. Это все абсолютная правда, и то, что вы талантливыше и известны, это стопроцентно. Спасибо огромное. У вас есть возможность на ближайшие события пригласить наших телезрителей. Кому идти, куда идти, еще раз приглашайте. Давайте. 17 марта, Музей истории Екатеринбурга. Приглашаем на слово полку Игореве нашей интерпретации. Музыкальная группа «Изумруд» приглашает вас, и были сегодня они у нас в гостях. Есть что добавить? В 19.00 начало. Спасибо большое.